Всем привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале «Таксистки и войны». Сегодня у нас 9 мая, сейчас 20.30 вечера, и я выхожу работать в ночную смену. Несмотря на то, что это видео выйдет через несколько дней после 9 мая, я хочу поздравить каждого с этим великим днем, Днем Победы. Выразить огромную благодарность всем тем, кто принес нам мирное небо над головой и разгромил немецко-фашистского захватчика. Пожелать счастья и здоровья всем тем, кто пережил эти нелегкие годы. Сегодня мы работаем с сумасшедшим приоритетом «Плюс 25». Если я еще рейтинг подниму до 4.90, будет 27. У меня заправка уже по таксометру. Короче, я работаю сейчас на машине, да, на хавале. И он в обклейке, я сегодня работаю по самозанятому. То есть, короче, приоритет бомбический. Заказы должны лететь один за одним. Причем такие, ух, самые лучшие. Надеюсь, что так и будет. Ну, это так, в мечтах. Посмотрим, что на самом деле, какую роль играет этот приоритет. Потому что по моему району, мне кажется, приоритет очень сильно зависит, когда работаешь. Что чем выше приоритет, тем тебе заказов будет больше по моему району. Ну, по логике вещей, не только по моему району должно быть больше заказов. Но тут играет в моем районе, мне кажется, особенную роль. Посмотрим, что из этого получится. Вот первый заказ. Но мы не будем брать первая Станкинская, наверное, Ватутинская. Не, это не наш уровень. Это, ну, маленькая рыбка. Прилетел мне первый заказ. Но я не успел его заснять. И коэффициент был маленький. Выехал я на этот заказ. Вел промокодик. Заказ на подъезде отменился. Ну, как их назвать? Редиски. Выполнил я первый заказ без комиссии Шереметьевской на Большой Черкасской. Коэффициент был там вообще маленький. 1.01. 436 рублей для пассажира. Мне будет 430. Да, ввел я промокод. Я не буду показывать все заказы сейчас до работы в центре. Вот как приеду в центр, начну тогда уже показывать. Потому что, ну, сейчас коэффициент здесь небольшой еще. Не разогрелось. Самое интересное, я думаю, начнется вот сейчас ближе к салюту. Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, рекомендую вам Эксперт Парк. Эксперт Парк – крупнейший сертифицированный партнер Яндекс.Такси и Яндекс.Доставка по всей России. Также они начали сотрудничать с Яндекс.Едой. С 1 сентября в силу вступил новый закон о такси, к которому нужно будет адаптироваться. Эксперт Парк подготовит программу сопровождения водителей. Техподдержка Парка проконсультирует вас по всей необходимой документации. А я и дальше буду держать вас в курсе и рассказывать о изменениях в работе. Сам лично работаю через Эксперт Парк. Комиссия Парка всего лишь 50 рублей в сутки. Есть бонус – 1000 рублей за приведенного друга. Собственный колл-центр для решения проблем и блокировок. Автовыплаты ежедневные без комиссии. Четыре вида моменталок. В Эксперт Парке вы можете приобрести термокороб. Доставка короба в любой город России бесплатная. Также стартовала новая программа для парковых самозанятых. Эксперт Парк 2.0. Комиссия Парка для парковых самозанятых снижена 40 рублей. Повышен бонус за приведенного друга – 1500 рублей. И повышение приоритета на 5 баллов. Все ссылки будут в описании. Техподдержка работает круглосуточно и ответит на все ваши вопросы. «Да у тебя шлагбаум открыт!» «Да у тебя шлагбаум открыт!» «Да у тебя шлагбаум открыт!» Все! И никого нету! Приходится медленно-медленно ехать, а потом «А куда вы поехали?» «А почему вы уехали?» «Ну вот, звонят!» «Алло!» «Да, здравствуйте! А вы где стоите?» «Прямо на новый, я вот заехал сейчас, где разведка бар, чуть дальше заехал, стою на аварийке, потому что стоять нигде нельзя, и вы не выходите». «А вы что, вернули, получается, да?» «Ну...» «А, где дальше?» «Ладно, сейчас подойдет». «Так, Сычинского на Ростокинскую, 759 для пассажирин, Е750К+, 14 километров, 18 минут. Все, надо бы ехать к центру уже 11-й час». «На минуту встаньте! Слушайте! Слушайте! Люди со всех сторон!» «Белорусский вокзал!» «На минуту встаньте!» «Колокольный звон! Колокольный звон!» «Это восхранилось, чем ревло, Эта мультеправетная гробь, Без поворотника, Вася! Ну как мне вот и говорили, 9 мая, я в Москве просто не работал ни разу на 9 мая, мне вот сейчас человек сказал, что вся движуха вот начнется в 11, и вот сейчас мне скинули скрин, 3 минуты человек поехал по центру, 600 с чем-то рублей. Все, я уже на Марин Роще подъезжаю, ну еду в центр, выставляемся, и блин, неудобно показывать экран, когда заказ приходит, и фиксировать какой кэф, я просто буду говорить какой кэф, потому что не всегда будет получаться записать. Но один есть минус, сегодня, конечно, хладноватый, поэтому, возможно, с работой все-таки будет не очень хорошо, и мои ожидания не оправдаются, но посмотрим. Не знаю, что происходит, долго жал заказа, по итогу включил комфорт, пришел с коэффициентом 1.50, с моросеки до оружейного, 473 с пассажиром, я заработал 467, там 4 километра 10 минут. Да, странно, может и комфорт оставить, потому что что-то вообще ничего не дает. Так, Сущевская улица, у нас Верчков переулок, значит, 392 для пассажира, мне досталось 387. Ехали мы, на самом деле, быстро, 5 километров всего лишь, за 10 минут доехали, и сейчас расскажу вот просто о наглости людей. Так вот, по поводу вот этой девушки молодой, по поводу там чаевых и наглости, короче, вот она села, я думал, что у нее заказ пока плюсом, потому что она села и такая сразу же, А есть ли зарядка на айфонах? Да, вот там, только еще чуть-чуть проехали, ой, а включите блютуз, можно блютуз? Я еще еду, думаю, спросите, у вас какой тариф или нет, ну думаю, ладно, не буду ничего спрашивать, значит. Потом, а можно перевести деньги на карту? Можно. Переводят, и я смотрю, перевод, вот ровно 392 рубля, ровно и переводят. Я понимаю, что уже многие не знают, что такое чаевые из пассажиров, да, они, по сути, ну, не нужны, да, лишь бы вот хотя бы платили, что есть. Ну, ты садишься по другому тарифу, начинаешь просить какие-то там вещи, да, хотя бы впереди ровно, там, не 392, да, а 400 рублей, то есть, мне, конечно, вообще на эти 8 рублей как бы пофиг, ну, нет, вот хотят получить максимум, да, при этом хер чего как бы отдать побольше. И считают, что это как положняк, так и должно быть, да нет, так не должно быть. Да, конечно, ожидал я большего сегодня, но, с другой стороны, опять же, погода, и все разъехались, но хочу сказать одну вещь, что я там общаюсь с коллегой, с одним нашим, вот он работает на Камбре, у него приоритет даже меньше, чем у меня, у него заказы заказом идут пока плюсом. Я даже не знаю уже в чем дело, то ли, может, из-за того, что машины, они все-таки Камбре дают предпочтение, или, хотя, я думаю, вряд ли, или, может, у меня телефон плохо ловит геолокацию, непонятно. Так, с Тверскова на Большой Трехсветительский ехали мы 10 минут 4 километра, 474 для пассажира, мне 468. Так вот, неплохо, по 400 рублей за 10 минут, но здесь должны совпадать несколько условий, заказы должны идти один за одним, и с более-менее КФ, КФ вообще пипец, по району я пока больше, чем КФ 1.50 не было, и заказов очень мало, я не знаю почему. Так, ну, он так показывает, что, ну, давайте я здесь, вам заезда там нету дальше? Ну, я не знаю. Ну, вам же вот этот подъезд. Ну, вот, у вас указано. Куда идти, по ветру? Я могу объехать. У вас просто стоит точка, вот, прямо сюда, вот, к этому. Ну, мне все выйдет, вот, вы первый раз за два года предъявили меня сюда. Потому что геолокация не работает, а мы стоим прямо на точке, поскольку подъездно. Ну, подъездка. Вот таких пассажиров я наживаю марамойми, смотрите, откуда ей надо было дойти. Видите, белая машина, темная стоит. Я остановился вот у темной машины, в ее начале, у капота, и ей 10 метров, вот, смотрите, не дойти было, вот, до этого подъезда. За два года ее первый раз так повезли. Так ты точку поставь правильно, вы представляете, блядь, еще с таким возмущением по ветру ей идти. Я согласен, что заказывают к дому, но так если бы точка стояла правильно, и геолокация работала, я бы привез. Но ты видишь, что делать надо круг ехать, и все равно нет, блядь. И поехали, и спрашивают, а что теперь большой круг, блядь? Да, теперь большой круг, блядь. Ну вот самый большой заказ по сумме, по моему району, СК+, сегодня, Тверской Бурзуар, Зельковская набережная. 6 километров, 9 минут, 631 рубль. Добрый вечер. Посмотрите, куда вы заказали. Я заказала, да, вот сюда подъезд. Так я с той стороны подъехал, там же нет никого, вы здесь стоите. Ну я здесь стою, а там вы не можете подъехать. Где вы подъехали? Я так могу подъехать. Так как я вас найти-то тогда могу, правильно? Стоянка закрыта, как можете заехать ко мне одну машину? Ну вы же указали все равно туда подъехать, я туда и подъехал. Хорошо, но вы же не можете подъехать. Вот у меня была подруга, две подруги, обе такси приехали вот сюда. Куда вы указали, я туда и подъехал. Хорошо, вы не можете туда подъехать физически, там закрыто стоянка. Все равно, показываю, на дороге точку поставили, я туда и подъехал, встал на дорогу. Вы не можете туда подъехать, там все закрыто. Я только что оттуда. Ну возле ботеги, вы стояли с другой стороны, форсизм. Вот она вызвала такси к охотному ряду 2, точку указала с другой стороны гостиницы, на углу прямо на дороге. Я подъезжаю, все спокойно становлюсь между красной площадью этим охотным рядом на дороге. Никого нету, звонок. Она вышла, встала на другом углу и стоит меня там ждет. Я ей показываю, вы же сюда заказали. Туда нельзя подъехать. Как нельзя подъехать, если там машины ездят, все ездят. К ресторану нельзя, но ты стоишь на угол и видно все двери ресторана. Я встала здесь. Как я узнаю, что она встала там? И хер, что кому докажешь. Так, с охотного ряда на мытную 646 для пассажира, мне 416. Мы 10 километров ехали, пишут. Меньше 8, где-то или 7,5, 10 минут. Конечно, люди удивляют.